Государственный технический университет военмех имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова сегодня открыл свои двери для тех, кто для себя решил, что первые пять лет он будет не опаздывать, он будет учиться, или вы не согласны с этим? Вот одна девушка уже отчислена. Давайте попробуем еще раз. Если вы согласны, подайте знать, у вас же есть ладоши, голоса, мне так кажется, да? Итак, Балтийский государственный университет военмех имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова открыл свои двери для тех, кто для себя решил на последующие пять лет не опаздывать, не получать двоих. Верхнюю одежду сдавать в гардероб. Вести здоровый образ жизни. Если я так дальше буду продолжать, мне кажется, аплодировать будет один человек только, это я. Потому что как-то все меньше и меньше аплодисментов, но все-таки верят. Действительно, у вас в руках уникальнейший шанс. Вот вчера вместе с ректором военмеха, с Константином Михайловичем, мы были на приятном торжестве. 315 лет, военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи. Меня поразила одна цифра. Поднимите руки, кто вообще был в этом музее уже? Достаточное количество. Так вот, во дворе этого музея из всех музейных экспонатов, 34 экспоната, сделаны руками военмеховцев. И можно сказать, что это единственный гражданский вуз, который выпустил 5 космонавтов. Тот, кто из вас в течение вечера сегодняшнего дня, сегодняшней программы, ВКонтакте, в интернете, я не знаю, где еще, найдет все 5 имен выпускников военмехов и космонавтов, тому будет предоставлено почетное право произвести сегодняшний праздничный выстрел. Но это будет чуточку позже. А пока по случаю наступления нового учебного года в Балтийском государственном техническом университете военмех прозвучит гимн нашей страны. Потому что военмеховцы должны гордиться, что они живут здесь. И именно вам суждено приложить максимум усилий для защиты нашего Отечества.